Три, два, один! Ура! Эти кадры сняты на пересечении 180-го меридиана, международной линии перемены дат, которая делит восточное и западное полушария Земли. Команда катамарана «Антарес» близка к главной цели – самой восточной точке России, мысу Дежнёва. На пути до места назначения на самодельном катамаране путешественники сделали остановку на нескольких островах, в том числе остров Ратманово на границе с США. По протоколу мы должны подать документы пограничникам, паспорта, данные маршрута, экипажа. Но сделать это очень сложно, поскольку скалистый берег и идёт большой накат волны. Накат большой, очень большой. Да, не вытяните. Если мы уйдём на якорную стоянку на южную часть острова, это возможно? Сейчас пойдём вдоль западной стороны, ну и по мере возможности снимем, посмотрим, как выглядит остров Ратманово. На острове Ратманово экипаж провёл несколько дней. Особенность этого острова – он находится рядом с проливом, по которому проходит линия перемены дат. Цель экстремального путешествия всё ближе. Наша команда, которая называется «Антарес», достигла своей финальной точки. Это мыс Дежнёва. До мыса Дежнёва «Антарес» добирался чуть больше трёх месяцев – 99 дней. Это была самая длительная экспедиция команды. Путешествия претендуют на мировой рекорд. Ведь ещё ни одно подобное судно не преодолевало такой длинный путь – 7300 километров. Путешественники запечатлели на камеру маяк – памятник Дежнёву. Он стоит на высоте около 100 метров над уровнем моря. По словам команды, их поразила не только природа, но и люди. На мысе Дежнёва живёт около 700 человек. Нас покорили люди, которые живут здесь не одно поколение и считают свою родину самым прекрасным местом на свете. Которые не променяли её на тёплые и заманчивые комфортом и инфраструктурой регионы. Экипаж «Антареса» вернётся в Хабаровский край вместе с катамараном на самолёте. Итогом их большого путешествия станет многосерийный фильм. Яна Ленкевич для большого города.